Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Хогвартс Наследие. Бэд Буэй, из-за гейм! Итак, ребята, я переместился уже в зал картографии, где я узнаю о третьем испытании. С возвращением. Нужно поговорить с директрисой. Здравствуйте, профессор. У меня новости. Гоблины что-то разыскивают, еще одно хранилище, и они построили для этого буры. Это не на шутку, меня тревожит. Эти хранилища что-то вроде сломанного футляра, найденного мною в замке Руквуда. Именно так, боюсь, нам нельзя терять время. Взгляните на карту. К счастью, место проведения следующего испытания совсем близко. В Хогвартсе? Вам ведь известно, что в своем время я была директрисой. Мой портрет висит в кабинете директора. Я была там и видела, как профессор Блэк узнал о вашем прибытии, и, признаюсь, вы меня заинтересовали. Погодите, следующее испытание ждет меня в кабинете директора? Да, действительно. Я надеюсь, что когда придет время, хозяин этого кабинета поможет нам. Но, увы, нынешнего директора, по-видимому, совершенно не заботит ничего, кроме собственной персоны. Вам нужно попасть в кабинет, пока его там нет. Понимаю. Что ж, я что-нибудь придумаю. Хорошо. Тогда я буду ждать вас возле своего портрета. До скорой встречи. Так, ну мне нужно попасть в кабинет директора. Кажется, мне поп... Как же мне попасть? Нужно спросить профессора Фига. Может, он знает, что делать? Ну, погнали в кабинет. Что, нам больше ничего не остается? А мне тут не надо, что ли, проходить, выходить? Опа, еще один жетончик, кстати. У меня же вообще не так много осталось найти этих жетончиков. Это внизу где-то. Ага, я понял. Тут я перепрыгивать не могу. По-моему, я тринадцать этих жетонов нашел уже. А их надо всего шестнадцать. Ах, нервы не к черту. Хе-хе. Интересно, что меня ждет, когда я соберу все жетоны? Тут почему-то закрыто. Мне кажется, тут надо вот в эту лягушку. А где эту лягушку найти? А вот эта лягушка. А тут замок уровня три. Ой, один. Круто, пошел искать испытания. Тут теперь снова лазим, изучаемся. Вот так-то лучше. Слушай, а тут еще одна есть. Так, это Левиоса. Блин, стой. Стой, стой, стой. Дай-ка я обраку. Давай сначала соберем. Все. О, тут еще одна есть. Этот тролль очень злой. И здесь еще одна лягуха. Все, это финальный сундук. Неизвестный предмет для головы. Хе-хе. Супер. Можно возвращаться обратно. Так. Ага. На столе ничего нет. У нас вроде как нет. Все. Здесь мы все собрали. Лягух мы собрали. Это все лягухи подсвечиваются. Так, а где-то здесь... А где-то сундук? Мне просто интересно. Возможно, кстати, он сверху. А может и снизу. Нет, мне тут как... Тут, да, мне... А, слушай, я... О, я вот здесь могу попасть. Может быть, кстати, это он и подсвечивался. Так, это кабинет алхимии. Загадочная дисциплина, которую лишь в редких случаях предлагают изучить студентам старших курсов. Алхимия фокусируется на четырех природных элементах и рассказывает о науке трансмутации. Тут зачем-то... Эти штуки добывают. Кирки. Тут лопата копает. Слушай, ну... Вообще как-то очень странно. Мало и странно. Все, да, я, получается, нашел. Да, а нет. Видимо, он где-то сверху, этот сундук. Что-то здесь прямо очень много этих комнат. Деми маска! Деми масочка! Добро пожаловать! О, это... Царь-пушка! Значимый магловский артефакт. Назначение этого артефакта, скорее всего, было заинтерпретировано не совсем верно. Хотя большинство волшебников прельщает перспектива владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Ну да, это, видимо, царь-пушка. Ребендиот! Это все-таки здесь какие-то кабинеты. Так, отлично! И это что, получается пятнадцатый? Мне еще один жетон осталось. Вроде... Вроде. Я же могу в заданиях это посмотреть вообще, по идее. Хитрумные ключи. Верните. Ставить жетоны. Походу, я вообще все собрал. Пишут, вернитесь. Где я вообще лазаю? Фиг разберешь. Блин, слушай, прикольно. Блин, я тут еще не был зимой. Прикольно украсили, конечно. Так, мне вниз. А, так это вообще... А кого я ждал-то? А это просто какой-то квест мне взять? Извини, что у тебя случилось? О, нет, вовсе нет. Нам оставалось всего два колокола. Она умудрилась все испортить. Я не понимаю, кто все испортил? Что за колокола? Профессор Блэк приказал мистеру Муну снять колокола с колокольной башни. Сказал, что они вызывают у него головную боль. Но эти колокола — гордость Хогвартса. Я не могла допустить такого и попросила подругу Адильяду помочь мне вернуть их. Мы всегда были не разлива, да, Адильяду и Энвенжелина, Эдди и Эйви. Все шло по маслу, пока Блэк не начал допытывать. Она занервничала из-за того, что мы нарушаем правила, а теперь работа застоперилась. Я не могу... Я не могу понять, какой колокол, куда вешать. Если хочешь, я помогу вернуть. Правда? О, было бы здорово. Ты найдешь колокола в колокольную башню над классом музыки. А тебе гораздо больше прокла, чем Адильяды. Так, нет. Мы пока бежим по сюжетке. Потом эти колокола мы разберемся, вернемся обязательно. Так, профессор Фиг. Где же ты, профессор Фиг? Слушай, а там тоже я вижу деми-маску, прикиньте. Профессор Фиг, хранители показали, где меня ждет следующее испытание. Ну надо же, с чего это вдруг? Мы с Локдоком узнали, что гоблины разыскивают другое хранилище, вроде того, что мы видели в замке Руквадов. Оказывается, они строят огромные буры, чтобы продолжать свои поиски. Кажется, профессор Фитцжерл крайне этим обеспокоен. Понимаю, очевидно, Ронроку известно куда больше, чем мы думали. Да, сэр, и это еще не все. Локдок знал Мириам. Он знал Мириам. Они встретились в замке Руквадов, она проводила исследования, там она и нашла футляр с порталом. Она ему так понравилась, что он позволил ей забрать футляр вопреки приказам Ронрока. Даже не знаю, что сказать, она практически любого могла завоевать. Я хочу узнать больше, и не мешало бы поговорить с Локдоком напрямую, но сейчас на это нет времени. Где будет следующее испытание? Хотите, верьте, хотите, нет, но в кабинете директора. Невероятно. Тогда вы должны узнать пароль, чтобы каменная горгуля вас пропустила. Спросите у домового эльфа директора. Не встречался с Кроуп, но сомневаюсь, что он мне что-то расскажет. Он предан семье Блэков. Верен? Так что без маскировки не обойтись. И у меня есть идеальное решение. Оборотное зелье. Внешностью и голосом вы станете точь-в-точь, как профессор Блэк. Погодите, а разве для оборотного зелья не требует стратегия того, в кого вы хотите превратиться? Да и верить его нужно. Все верно. Так откуда у вас все готовое оборотное зелье для превращения в профессора Блэка? Никогда не узнаешь, когда какие вещи могут пригодиться. Скажем так, после бесполезной поездки в Министерство, по его поручению, я подумал, что нужно быть готовым ко всему. Сейчас главное время. Пейте зелье, а я объясню дальше. Ну как вы? Невероятно. Не скоро же мне удастся забыть этот вкус. А что с моим голосом? Убедительно. Я взял на себя смелость трансфигурировать вашу мантию. Как мы и говорили, вам понадобится узнать пароль у Скроупа, а он может быть где угодно в замке. Попробуйте поискать профессора Кагаву. Она взялась изводить несчастного эльфа насчет критича в надежде, что тот сможет убедить Блэка передумать. Пока безуспешно. Вот оно что. А если профессор Блэк меня увидит? Предоставьте его мне. Я скажу ему, что нам нужно встретиться с представителем министерства в Хоксмитте, так что у вас должна быть куча времени. Спасибо, профессор. Встретимся потом в зале картографии. Довольно странно слышать слова благодарности из уст профессора Блэка. Увидимся там. А я могу пропустить сейчас день? Нет, я не могу. Ладно. О, у меня ни палочки, ничего нету. Профессор, профессор, я как раз вас искал. Я... Ой, я... Все в делах, профессор Шарп. Все в делах. Понимаю, сэр, но вы обращались ко мне по поводу одного зелья. Я... Какое вам зелье? А, ну да, зелье. Ну так выкладывайте, Шарп, не торчает же здесь целый день. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. Уверяю вас, Шарп, может, говорите свободно. Ну хорошо, я изготовил зелье от прыщей и фурункулов, как вы и просили. Могу принести его вам в кабинет, когда скажете. Ну да, конечно. Из учеников? Хорошо, сэр, раз вы настаиваете. Настаиваю. Большое вам спасибо, Шарп. Надеюсь, вашего зелья хватит, чтобы вывести все мои фурункулы. Осталось решить, кому из учеников достанется эта незавидная задача. Так, нет у меня времени на вас, на кого из вас прочь с дороги. А у меня... Да, я даже тап не могу нажать, чтобы просто по-быстренькому на метле долететь. Я имею в виду, я имею в виду, чё-то. Приветствую. Хе-хе. Хочу не лезть ко мне. Профессор Блэк, как поживаете, сэр? Еще с открытым ртом, как ты себя ведешь? Профессор, можно у вас на пару слов? Блин. Профессор Блэк, еще не поздно пересмотреть решение касательно Квиддича. Еще можно провести пробы и немного ускорить сезон. Так будет лучше, чем совсем без Квиддича. А как же травмированный ученик, мадам Кагова? Профессор, как кто только не получал Блэджером по голове на поле для Квиддича, некоторым это только на пользу. Дуль выбивает. И никаких последствий для них не было. То, что это произошло чистокровкой, не повод для... Что за бред? Я о том, что для вас какая-то дурацкая игра важнее здоровья ученика? Дурацкая игра? Я с вами иногда невозможно говорить, сэр. Я размышляю написать насчет вас в Министерство в отдел магических игр и спорта. Хорошая мысль. А если вам нужен пергамент, можете одолжить у меня. И где это носит моего домашнего эльфа? Пергамент? Что ж, так и сделаю. И с удовольствием. Аскроупа я видела в большом зале. Похоже, он от меня избегает. Интересно, почему. Хорошего дня, мадам Кагава. И зачем вы заслужили? Кто-нибудь видел мое зеркало с ручкой слоновой кости? Никто? Ну еще бы. Директор здесь. Надеюсь, это не из-за меня. Торгитесь честнокровно, будущее за вами. Профессор, мне нужно с вами поговорить. Здравствуйте, профессор Блэк. А, профессор Уизли. Как приятно вас видеть. Хорошо, что вы здесь. Мне бы хотелось поговорить с вами о профессоре Фиге. А, что ж, хорошо. Мною было принято решение предоставить ему больше свободы действий. Свободы действий? Но, профессор, вы считаете это разумно? Честно говоря, я беспокоюсь за его учеников. К тому же он и так редко бывает в школе. А, ну да. По моему поручению он занимается кое-какими официальными делами министерства. Понимаю, но позвольте сказать, сэр, меня волнует, что тот новенький так много времени проводит вне школы, вероятно, по поручению профессора Фига. До меня дошли тревожные слухи об их авантюрах, начиная с посещения запретного леса, и заканчивая стычкой со сторонниками Ран-Рока и приспешниками Руквада. Что? Господи, профессор, это же просто слухи, нельзя верить всему, что болтают. Нет-нет, конечно нельзя. Ладно, я присмотрю за Фигом, а вы продолжайте делать свою работу, с которой так здорово справляетесь. Вы просто молодец. Ну что ж, спасибо. Ну, я бы с радостью занялась... Хорошо, хорошо, на сегодня все увезли. Это то есть профессор Уизли. Хорошего дня. Здорово, справляйтесь, свобода действия для профессора... Нет, мне никогда не поднять титул от человека. Видимо, изначально я... Думаю, теперь профессор Фиг получит... Скруб! Скруб! Приветствую вас, хозяин. Напомни мне про для входа в мой кабинет. Но хозяин заставил Скруб попокляться, что он никому никогда не скажет, даже самому хозяину. Ты что, спорить со мной вздумал? Пожалуй, изменю твои уши под стать... Хе-хе-хе, эй, да сэр, разумеется, Скруб молит о прощении. Это семейный девиз блэков, хозяин. Хм, ну конечно. Конечно, я... Хозяин запамятовал. Так... Чистота крови навек, не так ли? Почти, хозяин Скруб думает, что хозяин его проверяет. Там должно быть навеки вечные. Разумеется. И как хорошо известно хозяину на французском? А, конечно. Приказываю тебе произнести его вслух. Хозяин знает, что Скруб присквердно... Присквердно говорит по-французски. Эээ, что ж... Тужур, пюр. Есть еще что-то, кое-что, Скруб. Я отобрал этот гнусный дневник ученика. От него несет... Кальмарами. О, дневник Аполлонии. Это весьма неожиданно, хозяин. Что ж, прикажете Скрубу сделать с этим сокровище? Эээ, непосредством? Непосредством? Что хочешь, Скруб? Отныне это твое сокровище. А теперь ступай. Почему? У меня отрыжка. Действия обратного зелья заканчиваются. Скрубишь-ка я пока из виду. Можно не рыгать, блин? А, как раз вовремя. Профессор Фик был прав, даже не верится, что это сработало. Теперь нужно сказать горгурли пароль. Так, ну что, давайте отправимся тогда в кабинет директора. Плюс еще одно очко талантов. Давайте талантик какой-нибудь прокачаем. Почему бы и нет. Так, а что у меня? Выручай комнату, не знаю. И пока неохота прокачивать. Тут что у нас? А давай пока заклинание. Заклинание. Инцендио. Давай вот это. Неплохо. Так, а что у меня? Подожди, я узнал пароль. Задание. А, видимо, оно будет позже. А, я думал, мы сегодня пойдем. За третьим испытанием. А, не, во. Прибли... Все. Обновилось. Видимо, долго думала. Ну, значит, мы все-таки пойдем. Хе-хе-хе. Блин, от этих лестниц может закружиться голова. Этот профессор Блэк еще, кабинет директора, где-то прям в неведомых, блин. Уже я вообще туда бегу? А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я это помню, я здесь бегал. А здесь? Ну, я, видимо, бегал тут еще в самом начале, когда только получил Аллахомору, потому что тут даже второго уровня замки не открыты. Так, полетели дальше. А, тут что-то непонятное. Вот и гаргуля. Нужно сказать ей пароль. Прошептать пароль. Тушьер, пьер. Ой, я не могу идти. Почему? Вот, теперь могу. Интересно, у всех ли благородных семей волшебников? Не успел дочитать. Так, портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать поседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые подпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. А, они прям спят, в натуре вообще все спят. Кроме вот этого, это не спит, куда-то смотрит. Блин, я хочу тут везде походить, посмотреть. Почему бы и нет? О, это прямо туда. А давай сбегаем. Давай сбегаем, я хочу посмотреть, что там. О, тут тоже замок. А тут третьего уровня замок. Жаль. Жаль. О, это шляпа этого. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана четырьмя основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из четырех факультетов школы. Имея опыт в легилеменции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Радоваться видеть. Значит, профессор Фик все предусмотрел. И что теперь? Подойди к педесталу в прихожей и прочти книгу, которая появится. Мне кажется, просто прочесть книгу недостаточно. Вы не ошибаетесь. Поговорим, когда вы закончите. Должно быть, это и есть та книга. Так, средство для укрепления волос, воск для усов, помада для волос. Хе. Так, а тут у нас что? Тут ничего. Какой-то такой скромный кабинет. Ну и все. Где я? Профессор Фитцджералд? Где я? Профессор? Вы слышите меня? Здесь я. Тут ты можешь назвать меня Нио. Твоему взору предстанет старая легенда. Но будь внимательнее, порой что-то не то, чем кажется. Поспеши, но соблюдая осторожность, используй то, что тебе попадается, чтобы найти меня. Здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик, во что бы то ни стало, избегая ее. Проберись через город, чтобы меня не заметили. Воу-воу-воу, полегче. Они ушли, но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Не, ну я тут прошу прыгать. Я атаковать даже не могу. Ну и так справился, отлично. Ясно, лестница прямо передо мной. Какая лестница? Не знаю, про какую лестницу. Воу. Смерть. Иногда можно и в штаны наделать, блин, от таких скримеров. Как такое могло произойти? Тут лестница, может, если я поднимусь по ней, они меня не найдут. Так, и? Мне туда куда-то. А, вот, где можно было пройти. Я еще думаю, смысл я сюда вообще забирался. Пока путь свободен, нужно идти дальше. У него должна быть где-то здесь. Их слишком много, нужно перейти эту дорогу как можно быстрее. Вот куда мне нужно. Надо придумать, как пройти мимо. Че, этот отвернется? Нет? Да. Да. Здесь никого, только опасность на каждом шагу. Должен быть какой-то другой путь, чтоб найти. А вот и другой путь. Любиновый отвар. А как мне туда, блин, пройти? Нет. Хе-хе. Так, другой дороги нет. Только вперед. Похоже, это единственный путь. Так, а как мне... А, может, мне ускоряться там надо, чтобы будем быстрее пройти? Потому что я фиг его знает, как мне, блин, прям проскользнуть. Давай, шустрее. Все. Вроде как... Да, я прошел. Это мой шанс. Здесь можно пройти. Таинственная мантия расплакирована. Я что, не видимка? Разве это возможно? Они совсем меня не видят. Можно подобраться поближе. Сейчас что-то будет стопудово. Нет. Наконец-то путь свободен. Ну и где же вы, Нио? Где ты? Пока тебе удастся обман... Удаётся обмануть смерть, но меня ты ещё не нашёл. Ищи дальше, но знай, на этот раз ты не сможешь спрятаться. Возьми эту волшебную палочку, но не трать её необычную силу попусту. Чё, это бузинная палочка? Типа плачет невидимку мы нашли. Ну, похоже на бузинную. Вот это сила. Никогда такой не чувствовал. Угу, только вот это. Бобода. А как не тратить, если тут вот тратится? Угу. 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 Продолжение следует... 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 Помни об этом, когда погрузишься в мои воспоминания. Это когда твоя видяха навернулась, блин, и вот всё рисованное. Это если у тебя видеокарта 1060, блин, тяй. Исидора, то, что ты сделала для отца, просто... О, да! А они тех чувств, если в следах этой магии Персвель может не беспокоиться. Я придумала, как их удержать. Ты не оставила? Гоблинское серебро. Ты обсуждал это с гоблином? Не волнуйся, он не знает, что именно мы собираемся удерживать. Мы ведь даже не представляем, каким эффектом обладают эти эмоции, эти следы тёмной... Ох, вы прямо как Персвель. Но дело в том, что, как я как раз представляю, это источник силы и концентрации. Удивительно, но они усиливают мою магию. Я не вполне тебя понимаю. Мы можем обуздать эту силу. С такой силой лучше не шутить, попав не в те руки, а на... Вы же ведь... Видели, что я сделала? Неов, только представьте, сколько добра мы можем сделать. Ведь каждый человек испытывает какую-нибудь боль. Что ты делаешь? Вдохните. Чувствуете? Исидора, так нельзя. Нужно это прекратить. Это должно... Все из нас. Вы столько лет скрывали эту силу, потому что боялись её. А я готова её принять. Так, вернуться в зал картографии. А где я вообще нахожусь? Ага. Нет, тут уже стоит... Профессор Фик. Не может быть. Неужели кто-то прошёл первые три испытания? Всё так и есть. Но вы... Так... Молоды. Знаю. Вы должны быть профессором Бакар. Да. Приятно познакомиться. Вчера мне довелось увидеть в омуте памяти воспоминания. Исидора вздыхала с тягостью эмоций. Да? Удивительно. Мне показалось, что это дало ей некую силу, и она могла ею пользоваться. Но как? Меня беспокоит, что я вижу в вас скорее заинтересованность, нежели отращение. Потому что я... А, потому я и не спешу раскрывать вам местонахождение моего омута памяти. Похоже, вам ещё предстоит осознать, что сила влечёт за собой ответственность. Уверяю вас, профессор. Я вполне осознаю. К тому же, вы ещё не знаете, что опасный гоблин по имени Ран-Рок побывал в хранилище в замке Рукудов. Он научился использовать то, что похранилось, как источник колоссальной силы. И он намеревается обратить эту силу против волшебников. Нельзя терять времени. Понятно. И тем не менее, узрев мои воспоминания, вы получите безмерно ценные знания. Я должен хорошо подумать, прежде чем поделиться ими. Мне нужно время, чтобы обсудить это с другими хранителями. Похоже, придётся подождать. Как бы мы... Как бы это не раздражало, у нас нет выбора. Я слышал, что вы рассказали профессору Бакару. Значит, Эсидора вдыхала эмоции, чтобы испокопить силу? Да. А ещё вытягивала их без спроса у профессора Фицджеральда. И так же она поступала собственным отцом. Чудовищно. Мало того, она сказала, что нашла способ хранить следы излечённой её имаги в хранилищах из гоблинского серебра. Как, в хранилищах? Скорее всего, в них. Но я не успел рассказать вам ещё кое-что. Ран-Рок искал их места, связанных с памятью именами. А, с пятью именами. Он узнал их из дневника Гоблина, мастера по металлу. Пять имён? Это хранители. И кто же ещё? Эсидора? Эсидора Морганак? Возможно, я перестарался, отвлекая Блэка. Оказалось, он совершенно не умеет пить огненный виски. Получен достижение «Одарённый герой». Ну что ж, ребята, нас ещё ждёт долгое испытание. Точнее, подготовка к этому испытанию. И будем исследовать дальше. И увидимся на следующих видео. С вами был BadBoyGames. Я же Виктор. Пока-пока.